Добрый день, друзья! И добро пожаловать в новый блог! Сегодня будем с вами выпекать чесночные пампушки. Пампушки, они идут вообще хорошо к супу, к борщам. Вот кирбис, тыквенный суп, очень вкусно. У меня дети такое вообще любят. И вообще, когда, например, не успел там хлеб купить, или когда нету хлеба, можно, эти пампушки, как раз они подойдут, как он, как видит, за место хлеба. Сейчас вам покажу сначала тесто, как мы с вами будем делать. Тесто очень легкое, очень-очень легкое. Вот, и если нету у вас даже яиц, можете яичко не добавлять. Просто можете не добавлять. Но у меня как яйцо, это последнее уже осталось. Думаю, я его использую. А так можно делать просто мука, соль, сахар, масло 3 столовые ложки и тёпленькая вода и дрожжи. Дрожжи 10 грамм. Тут у меня, девчата, 8 грамм. Ой, 7 грамм, извиняюсь. И тут у меня 2 грамма. Я просто отсюда брала даже не 2 грамма, а 3, 10 грамм. Надо 10. Тут у меня просто вот немножко осталось. Я думаю, не буду уже новую пачку начинять. И уже сделаю, как бы, вот эти остатки, что потом вот выкину. Вот так вот, как раз 10 грамм у меня и выйдет. Так, 150 миллилитров у меня тёплой воды. Даже вот пара идёт. Потом 2 чайные ложки сахару, чайную ложку соли. Муку я вам точно скажу, точно скажу. Мука будем делать вместе с вами. И одно яйцо. Если нету, яйца не надо. Его делать не обязательно. А потом, наверх вот эту поливку, я вам скажу, сколько надо зубчиков чеснока. Надо обязательно укроп или петрушка. Если нет, не надо. Или оливковое масло, или просто подсолнечное масло. Это у меня оливковое масло. Ну, приступим. А пару здесь делать не надо. Дрожжи эти хорошие. Именно вот это фирме. Хочу сказать, до этого я покупала в норме. Вы не представляете. И срок годности хорошее всё. А они такие нехорошие, эти дрожжи. Что бы я с ними ни делала. Я, девчата, вчера пекла, знаете, крепель. Мне надо было... У меня есть тесто и дрожжевое, и такое. Ну, как у нас вчера были, как знакомые, быстро пришли, да. Ну, я думаю, быстренько крепель сделаю. Думаю, сделаю дрожжевые. Ну, чтобы оно быстро, как у меня, пошло. Всё поднялось. Что вы думаете? Ничего не поднялось. Абсолютно два раза делала тесто. Делала тесто по-своему, как мне надо было. Ну, как на простокваши, просто и на соде. Ну, поехали. Так, хочу ещё сегодня сказать. Сегодня стало около шести. Уже Наполеон испекла. Всё по-быстрому, своей сгущёночкой, кроме варёночки. Всё быстренько-быстренько сделала. Потому что я чувствую, и сегодня у нас тоже, наверное, будут гости. Быстро. Думаю, надо что-то сделать. Так, ну, всыпаем наши дрожжи. Ну, тут граммочка. Ну, три грамма как раз. У нас уже минус один градус, уже пару дней, так холодно. Так. Туда же всыпаем две чайные ложки сахара. Чайная ложка соли. Всё, девчата, перемешиваем сразу, да? Теперь вода. 150 миллилитров. Чтоб у меня на новость тёплая была. Не комнатной температуры, а тёплая. Туда же вбиваем яйцо. Нету яйца, не надо. Масло в последнюю очередь. Если заметили, я всегда масло делаю в последнюю очередь. Всегда, всегда я ещё добавляю. Что подсолнечное, что сливочное, то же самое. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас уйдёт муки, чтобы было точнее, да? Тут у меня 250 грамм. Тут вот всё стоит. Это очень вкусно. Очень-очень, вообще вкусный рецепт. Он старый, старинный такой рецепт. Его ещё наши бабушки делали. Я ещё помню, дома мы делали пампушки с хлебом. Хлеб, чеснок, масло подсолнечное. Я помню, баба делала. Нас кормила с сестрой. Мы с ней двоняшки. Я сам охудая была. Всегда нам давала эти трампопушки или пампушки. Такие вот она нас кормила. Помните раньше хлеб тёплый? Я помню, мама в магазине работала. Тёплый хлеб всегда домой приносила. Всегда каким-то жиром мазали. Вот какие-то свиноли, какой. Когда-то пили выжирки. Жиром нам намажет. Ой, Боже. Раньше, я говорю, всё равно. А сейчас вот эту вот еду я много... Ну как, знаю, что немцы такое тоже едят. Вот до сих пор едят. Шмальц вот этот вот, знаете, на хлеб мажут. Точно как мы кушали, да, раньше. Они и сейчас вот едят. Так, 250 грамм ушло у нас. Если, девчата, кто любит, немножечко любите, чтобы с солей было хорошо там, да, то делайте себе немножко ещё, например, две чайные ложки сахара и две чайные ложки соли. Так, 250 грамм, ещё, наверное, 150 грамм добавлю и будем с вами смотреть. Ну, и всё, будем замешивать руками. Убираем всё это. Так, тут у меня ещё 150. Это уже 450. Всё, замешиваем. Тесто тоже не забиваем. Теперь наше масло добавляем 3 столовые ложки. Чашечку не моем, да, потом будем сюда руки смачивать и делать шарики. Прямо вот это вот масло нам надо хорошо вот это вот тесто перемешать. Подсолнечное. Такое, посмотрите, видите, какое тесто. Хорошее получилось. Ещё немножечко ещё муки. И это оставим. Как раз 450 грамм муки у нас ушло. На 150 миллилитров воды. Как раз, чтобы стеночки затереть, тут всё, чтобы у нас всё чистенько было. накрываем, ставим тёпленько в тёплое место, чтобы не было сквозняков. Тесто, слышите, аж нас свистит. Дрожжи хорошие. Сейчас я вам покажу теперь это тесто. Тесто, это мягкое-мягкое, эластичное такое, знаете. Оно должно быть мягкое. Сейчас я вам теперь покажу. Так, посмотрите. Видите, оно даже к рукам не прилипает. Всё. Сейчас мы его накрываем. И пускай оно у нас поднимется один раз всего. Вот то, что у нас осталось, масло. Видите, сколько осталось ещё. Вот это всё. Хорошенько ещё. Это всё ждём, чтобы оно у нас подняло. Сейчас я его накрою, и потом уже будем формировать шарики. Пока наше тесто поднимается, мы с вами сделаем наверх подливки чесночные. Укроп вот у меня мой. Ой, упала. Мой, девчата, замороженный. Обыкновенный он уже отошёл. Ложечку укропа или петрушки и гаечо. Но вот я люблю больше как бы с укропом, да? Вот с укропом больше люблю. Тут у меня чеснок. Тут у меня так сколько? Три, шесть, девять чеснока. Ну, тут просто две маленькие. А так, если, например, хотите, сколько точно чеснока надо, это семь больших чеснока. Ну, тут у меня мелочь. Ну, приступаем с вами. Всё выдавливаем через чеснокодавку. Всё, вот так вот ложим. И выдавливаем. Всё, нам надо выдавить. Если есть, то можете натирать. Если есть специальная такая тёрка, да? Но она у меня тоже есть. Но я хочу поменьше. Помельче, вернее. Вот, смотрите, какая красота. Это тоже нам надо будет. Ой, какой запах чеснока. Всё. Вот у нас уже, вот последний уже идёт. Выходит. Так, а тут останется. Оставляю, убираю это всё. Так, вот столько у меня получилось. Какой запах вкусный. Всё, моё бельё уже сухое. Уже высохло всё. Я тут и стираю опять, и белое, и чёрное, и какое хочешь. Так, добавляю нашу ложечку укропа. Ещё раз повторюсь. Укропа или петрушки. Три столовые ложечки делаем с вами оливковое масло или подсолнечного масла. И одну чайную, ой, столовую ложку водички. Всё, девчонки, сейчас я водички налью. И одну чайную, ой, столовую ложку воды. Прямо вот так вот сюда льём. Всё, чтобы она у нас, знаете, немножко пожиже была. Добавляем соли. Я вот такую вот беру морскую сок. Перец не надо, чтобы мне перец ничего сюда не сыпали. Только вот это то, что я делаю. И как раз она у нас постоит. И когда она у нас уже будет готовая, будем наверх наливать эту заливку. Ой, как пахнет вкусно. Вот такая, девчата, она получается. Посмотрите. Смотрите, какая прелесть. Сейчас она ещё настоится. Чеснок даст хорошо свой завт, свой сок. Посмотрите, это так вкусно. Всё. Ну, теперь оставим. Ещё немножко. Я вижу, моё тесто уже стало подниматься. Тесто наше уже поднялось. Не обязательно прям, чтобы она аж навыбаливалась через чашечку. Ну, смотрите, какое тесто получилось. Как на хлеб. Смотрите. Смотрите. А, ещё хочу сказать, девчата, вот такой вот я буду выпекать в форме. Тут же у меня сразу масло я налила. Сейчас сразу его размажу. Можно любую форму брать. Конечно, небольшую. Сейчас с вами будем формировать шарики. Ну, вот так вот. И тут немножечко сделаю. Немножечко маслом сделаю. Смотрите. Вот такое вот тесто. Пахнет хлебом. Пахнет хлебом. Хлеб такой, знаете, как закваской пахнет. Это вот замена хлеба. Очень вкусно, очень. Ну, теперь посмотрите. Какое хорошее тесто эластичное. Незабитая мукою. Смотрите. Всё. Будем делать сейчас с вами шарики. Смотрите, какие пузырьки на них. Тесто очень хорошее. Оно важно пищить. Очень хорошее тесто. Так, значит, мы с вами разделяем их. Слышите? Ну, и вот так вот. Я не сильно большие буду делать. Потому что тесто у нас будет подниматься. Вот так вот. Ручки смажу немножко ещё. Ну, и всё. Катаем с вами шарики. Ну, такие вот шарики должны быть. Вот так вот загибаем. Это очень вкусно. Всё. Смотрите, какие пузырьки. Я думаю, что плохо видно. Сюда раскатываем. Наверное, немножечко ещё возьмём муки. Вот так вот. Это наша остатка муки, да? Которую я делала ещё. 120 грамм я добавляла. Да, чтобы они, знаете, хорошо можно было крутить. Масло есть масло. Всё. Это вот сюда вот. Потом всё вытерем. Весь, всю нашу эту чашечку. Ну, такие вот. Здесь много труда не надо. Сюда сложили. Ну, так вот. Ну, так вот. Смотрите, какое оно пузырьковое. Посмотрите. Тесто очень хорошее. Оставим наше тесто подниматься. Не обязательно яичком смазывать, потому что всё равно наверх будем нашу делать смазку с чесночным. Там тоже масло будет, оно всё впитывать будет. Вот. Вот ещё один кусочек, как раз, сюда влазит. Ну, это можно сделать две, разделить. Как раз тут на две, на две будет ещё место. Сюда убрать. И всё, как раз влезет. Сюда вот ещё одна поменьше. И один даже шарик ещё остался лишний. Ну, сильно большие, конечно, я не хочу делать. Вот, девчата, сейчас я тут. Повытираю всё тряпочкой, чтобы ничего не горело. Оставляем ещё на минуту, наверное, 15-20, чтобы она у нас поднялась не так прям сильно, но немножечко. И ставим потом в духовку на 180 градусов вверх-вниз. Минут 20 вот так вот. Посмотрите, как они увеличились в объёме. Теперь нужно ставить её в духовку, только разогретую. Ну, тут у меня уже супчик готов. Кирбис-зупы, да, тыквенный суп. У меня детки любят. Позавчера у меня был рассольник. Я нет-нет, всегда вот три раза в неделю варю сразу первое и второе. Посмотрите. Всё, уже тоже можно выключать и вытаскивать наши булочки. Они уже готовы. Вот, девчата, только вытащила. Я даже никакой шпажкой не проверяю, потому что я знаю, что оно готово. Если оно уже отделилось друг от друга, всё, значит, оно готово. Что мы делаем? Прямо на горяченький льём наш соус. Чесночный соус. Так, одной рукой буду делать вот так вот. Он пропитается, а потом можно в тарелку переложить, чтобы было красиво. И подавать к столу. Прямо края тоже. Где вот эти расщелины. Ой, как пахнет! Смотрите, прям смазывайте его прям хорошенько. Ой, как пахнет вкусно! Я вообще люблю. У нас все любят чеснок, лук. Мы такое любим. Вот сюда, прям наверх. Прямо оно у нас сейчас впитает хорошо. Будет мягенькое, хорошее. Так что, у кого нет хлебушек, это чесночок, мы его прям вот сюда сделаем. Вот свишем между. Так что, девчата, у кого нет хлеба, кто не успел купить, или просто вообще нет хлеба, но есть мука, вода, соль, яичко тоже не обязательно, я вам сказала. И можете это готовить. Это очень вкусно, быстро и аппетитно. Все, нашла слова. Ну, теперь пускай впитается, как только немножечко остынет, и я вам потом покажу. Ну, вот, я переложила сюда. Оно прям не такое, конечно, теплое, еще горячее, но мне, как всегда, не терпится. Вот, сейчас я вам покажу. Тут оно, они хорошо друг от друга отходят. Посмотрите, еще пар даже идут. Посмотрите, какая прелесть. Вот такие вот они. Вкусные, вкусные. Посмотрите, как, ну, хлеб, хлеб, хлеб. Боже мой, посмотрите. Вот, хочу вам показать прям. Это очень вкусно. Хорошо прям отделяется. Я знаю, это тесто, девчата, потому что оно хорошо прям и подходит. Я никогда не прокалываю. Например, ну, когда я делаю, да, извиняюсь, когда я делаю там другой рецепт другого блогера, конечно, я проверяю. Я всегда проверяю. А вот это я делаю как бы всегда, и я сама себя знаю. Тут все друг от дружки отходит, чтоб знали. Вот оно, посмотрите. Вот, друг от дружки, все тут отходит. Так что, шести часов Наполеон готов. Наполеон, и на него говорят слоеный, там не знаю. Все говорят по-разному. И, конечно, чесночный. И мой кирбис зубы, и суп тыквенный готов. А дальше я буду делать к вечеру круглую картошку и селедку. Так захотелось. Ну, буду с вами прощаться. Большое-большое спасибо вам за просмотр. Всем пока. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok